сегодня 8 мая 2017 года сегодня я закончил за исключением деталей закончил большую теплицу комбинированную металлическую сейчас я вам ее покажу в общем вот эта красавица я ее показывал на этапы разработки заработки проработки сегодня она обтянута стоит все что должно стоять прикручено все что должно быть прикручено теплица рабочие есть безусловно мелкие еще доработки какие-то потребуются там типа где-то замочек вставить где-то там дырки заклеить но в общем и целом теплица готова закрыта и пригодна для эксплуатации тяжело она нам далась не буду лгать потому что в процессе постройки пришлось решать много новых проблем сейчас они все решены вот она теплица полном объеме перед нами еще раз напомню ее параметры длина теплицы ровно 12 метров ширина теплицы 5 метров 50 сантиметров это ширина выбрана из расчета что дуги которые стоят на двухметровых столбах то есть собственно столбы имеют вот это боковины высоту два метра дуги на них стоят из расчета что в средней части дуги будут порядка метра изгибаться и длина дуг должна быть лобыть и она является на самом деле такой пять метров 90 сантиметров под 6 метровый поликарбонат это самое на мой вкус оптимальное сочетание поликарбонат будет если он будет установлен свешиваться с каждого края по 5 сантиметров а кстати резал из поликарбоната торцы и поликарбонат был не 6 метров 6 метров 2 сантиметра то есть даже если так получится по 6 сантиметров будет свешиваться поликарбонат сейчас она комбинированная торцы зашито 4 миллиметровым поликарбонатом в торцах одинаково в принципе сделано но они просто немножко отличаются размерами глаз оказался не алмаз вверху форточка шириной метр пятьдесят высотой порядка 80 сантиметров внизу дверь одна распашная то же самое высотой порядка двух метров шириной полтора метра с той стороны также форточки сделаны проворачивающиеся вокруг средней оси сейчас форточки наклонены верхней частью вниз по конструкции они не могут провернуться в обратную сторону вот от полу дуга поликарбоната на форточке не даст захлопнуться ей о верхней верхнюю балку то есть в эту сторону верхней частью они не провернутся верхняя часть форточки открывается наружу чтобы на нее не падал дождь можно верхнюю часть форточки опустить ниже и получится по сути дела вот такие два окошечка козырька открытые хоть постоянно хоть не постоянно ветер на них не действует сейчас они сделаны очень плотно потому что ну лист резался по раме и все листы поликарбоната имеют очень такое притирочное движение вдоль рамы вот в дальнейшем эти форточки планируется сделать автоматическими ну хотя бы чтобы открывались градусов на 45 верхней частью на улицу вот вкратце как выглядит большая комбинированная теплица из поликарбоната и пленки теперь о проблемах как говорится за праздник без баяна что же деревня без дурака прежде всего очень трудно решалась тема как закрепить пленку на теплице все-таки металл и пленка не очень совместимы внизу по периметру пленки теплицы она обшита деревянным брусом 50 на 150 я его называю фундамент реалии он подшит под каркас каркас забетонирован столбы забетонированы в землю так что это дни фундамента просто вещающие вниз доска об эту доску снаружи было сделано именно и крепление пленки пленка закреплена вот только вот так планочкой по низу и все также закреплена с той стороны бочины боковое крепление пленка прижата планкой к металлической конструкции вверху аналогично пленка прижата планкой к металлической конструкции все места соединения пленок вернее большинство мест соединения пленки и металла сделано проклеена двухсторонним скотчем то есть здесь пленка приклеена к трубе и это кстати оказалось не просто такое декоративное или полезное решение это оказалось единственное решение как можно натянуть такую гигантскую пленку большую пленку на каркас вдвоем ветер сегодня к сожалению был порой порывы достигали 8 метров в секунду пленка летала как самолет и было принято решение натягивать пленку по частям то есть пленка дотягивалась до следующей балки на балке проклеивалась небольшим куском также посередине протягивалась до следующей до следующей до следующей до следующей балки сразу дотянуть пленку до последней балки было нереально пузырь поднимающийся вверху пузырь но он вытягивал пленку сантиметров на 20 То есть ветер абсолютно не давал натягивать пленку Ну и самая, так сказать, вишенка на торте Когда мы покупали эту пленку Купили дешевую Честно говоря, она числится как 150 микрон Но я сомневаюсь, что она есть такой толщины Потому что цена явно не соответствует 150 микронам Пленка плюс была труба Была 4-х метровая труба и 3-х метровая труба То есть ее пришлось разрезать И самое печальное Вот здесь видно Продавцы нас обманули Вот реально, где закончились проданные нам 25 метров 4-х метровки То есть пополам 12,5 И соответственно 3-х метровки получилось Аналогично Не на метр, конечно Но сантиметров 70 При условии, что 3-х метровки было 13 метров А то и 12,5 Нам не хватило Купили еще Подобрали немножко дешевой пленки Проклеили И сделали В общем-то Конструкцию Составной Опять же, цель удешевления Собственно, вся пленка Даже с условиями докупки А так бы ее хватило без докупки И она была бы стоила нам в этом бароскладе Всего лишь 1600 рублей Вот При площади пленки купленной 12 на 11 метров Ее цена всего лишь нам обошлась Эта пленка в 1600 рублей Если заменить эту пленку поликарбонатом Что, собственно, и планируется На будущем То поликарбоната на крышу уйдет 6 листов По 2000 Два листа уйдет на боковую стену Это уже 8 листов Ну, а задняя стена Это все-таки забор Вот тоже хитрость этой теплицы в том Что задней стенкой Она встроена, интегрирована в забор Здесь будет двухметровый профнастил С той стороны пришит заборный Так что пленка здесь Как бы Как дополнительный элемент Изначально планировалось просто профнастил Чистый профнастил Да, никогда я так много не рассказывал Но вот так вот Выглядит Новая комбинированная теплица Из поликарбонатных торцов И пленочных стенок Собрана, по сути дела, двумя Обтянута двумя Изготовлена в одни руки Как-то так, малята Мы это сделали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому